Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня утром опять влог. Правда, всего 11 минут, но да ладно. Сегодня я встала прям в 8, и мы едем обратно в город. Вчера у нас на улице была свадьба моего друга детства, и палатка до сих пор стоит. Как вы знаете, у нас в огороде растут орехи. Это грецкие орехи, которые мы собираем и продаем, так скажем. Продаем мы не соседям и не стоим на рынке, а просто оптом сдаем заводы. Эти заводы их перерабатывают, и затем их кушаете вы в шоколадках Альпенгольд, ну или в других любых шоколадках, в общем. Обычно мы здесь орехи почти не оставляем и все продаем, но в прошлый раз у нас остался мешок, и мы подумали, что может произойти с орехами. Я даже представить не могла, что мышки любят орехи. Мешок они благополучно порвали и какую-то часть унесли к себе в норке. По дороге в город то, что осталось, мы тоже хотим продать. Ну а теперь надо собрать все атрибуты, которые мы привезли, если честно, больше всего я не люблю этот процесс. И было бы, наверное, целесообразно все самое необходимое оставить здесь, например, косметику, и не таскать с собой туда-сюда обратно. Сейчас уже это делать смысла нет, потому что зимой так часто в деревню мы не едем, просто потому что здесь нет условий отопления и всего остального. Снега здесь зимой тоже не бывает, поэтому если даже твиксика взять с собой, то он с грязными лапками будет тащиться вверх ко мне в постель. Да и, естественно, старый дом, поэтому зимой как-то мы очень редко сюда приезжаем, поэтому сейчас именно оставлять свою косметику, что когда-то я сюда приеду, смысла нет. Но в начале лета как бы это целесообразно, чтобы не таскать все с собой, и тем более у меня косметики и всяких средств очень много, надо бы все оставить тут. В следующем году я обязательно так сделаю. Решили мы выехать из дома пораньше, и мы даже не знали, что в городе у нас опять формула 1, и везде дороги закрыты. Это настолько неудобно, и люди настолько недовольны, что каждый год у нас эта формула. В общем, когда мы ехали домой, это был какой-то ужас, такие пробки, мы прям, наверное, где-то полтора-два часа просто стояли в городе. Ну и, пожалуй, моя вечная проблема, все мои штативы, а вот эти они особенно удобные, у меня почему-то ломаются, причем в разных местах. Этот штатив мне подарила подружка, и он очень качественный был, но, опять же, вот результат моих стараний. Честно, я просто уже устала заказывать себе штативы. Вот эта сумка оказалась реально очень вместительной, очень удобной, прочной, поэтому это прямо одна из лучших моих покупок с тему. От души могу вам тоже ее посоветовать. Стоила она где-то около 17 долларов, но мне кажется, это отличная цена за такое качество. Плюс еще такой момент, здесь нету центрального водоснабжения, поэтому нету стиральной машины, и в любом случае вещи, которые я привезла с собой, их нужно постирать, и чтобы их постирать, нужно отвезти в город, и поэтому вещи постоянно катаются туда-сюда. Поэтому как бы оставить часть своего гардероба чисто там, и носить эти вещи там, а когда их стирать, поэтому приходится туда-сюда таскать. Обычно сбор вещей где-то у меня занимает полтора часа, я все собрала, все разложила по местам, и наденем мы, пожалуй, этот же костюм, в котором я приехала сюда в деревню, он с кроссовками хорошо сочетается, а возить машину мне намного удобнее в кроссовках, нежели в шлепанцах. Поэтому лук у нас с вами будет неизменный. Вот казалось бы, я ничего не забыла, потом приехала в город, и никак не могу найти щипчики, наверное, они у меня там потерялись. У меня, кстати, флешка один раз так потерялась в деревне, до сих пор ее не смогла найти. И вот, собственно говоря, мои вещи, сумка, седло, большая сумка и мой ноутбук вместе с чехлом. Кстати, мой чехол от ноутбука также как-то удачно испарился, нигде его абсолютно нет, хотя я его с собой никуда не брала. Вот такое вот у меня происходит, видимо, у нас дома есть домовой. От нашей деревни до города где-то 170 километров я еду достаточно медленно, гонять я не люблю, это просто чисто мой характер, так скажем. Еще хотела вам дорогу вот так вот подснять, потом я обрезала эти моменты, потому что сильно камера трясется. Мы живем как раз-таки около школы, как раз-таки справа вы ее можете видеть, двухэтажное здание. Если бы мы продолжили жить в деревне, то я бы, скорее всего, ходила бы в эту школу. И, скорее всего, мы с вами, наверное, никогда не познакомились, потому что у меня бы не было YouTube-канала. По дороге здесь есть святое место, и есть небольшие такие кафешки, чисто для дальнобойщиков, как вы видите, они остаются здесь. И я в последний раз, кстати, когда здесь была, обещала себе, что больше здесь останавливаться не буду. В любом заведении я обязательно с удовольствием оставляю чаевые, но когда тебя обманывают, это бывает очень неприятно. И в последний раз, когда мы здесь были, нас обманули, точнее, хотели обмануть. Ну, короче, такой, знаете, достаточно неприятный осадок остается. Все эти кафешки плюс-минус одинаковые. Мне кажется, если бы здесь сделать какой-то классный ресторанчик, очень много людей бы здесь останавливалось делать какой-то лакшери-классный ресторан. Но, надо сказать, для справедливости ради, здесь красная рыбка очень бывает вкусная, с наш рабом и луком. Получается просто обалденно. И еще мы взяли чай. Большого ассортимента различных блюд здесь нет. Здесь просто есть шашлык с курицей, обычный люля-кебаб и с рыбкой. Ну, и еще вареная кукуруза, но я ее в последнее время не ем из-за виниров. У меня она застревает между зубов, и обязательно нужна нить, чтобы потом нормально прочистить зубы, поэтому я предпочитаю просто ее не кушать. С большим трудом, простояв несколько часов в пробках, мы наконец-то доехали до дома. Я, честно, в тот день была очень усталая, хотя мы хотели сделать маме коррекцию ноготочков, потому что... Просто потому что мне хочется это делать. Мама у меня особо не любит такие апгрейты, но я ее уговорила ради контента, и, если честно, результат мне совершенно не понравился. Чуть позже вы его тоже увидите. Вот от моих ноготочков я осталась просто в восторге. Вот настолько мне они понравились, но то, что я сделала маме, получилось, мягко говоря, не очень. Не то, что я как бы себя оправдываю, но на самом деле мама меня прям торопила. Возвращаюсь уже к вам на следующий день. Мое утро начинается с кофе. Тогда еще кофе у меня был. Сейчас уже закончился. К сожалению, я заказала себе новое. В супермаркетах он стоит в два раза дороже, поэтому я его не покупаю в супермаркетах. Я жду свою посылку. Купила в супермаркете вот такую булочку с творогом. Она невероятно вкусная. Ну и позавтракав, я вытаскиваю все свои атрибуты для ноготочков и начинаем делать покрытие для мамочки. Я еще заказала новые цвета, но здесь они еще не пришли. В следующем влоге обязательно вам покажу. Сет заказала, и их заказывать сетом намного получается выгоднее, нежели покупать отдельно каждый цвет. В общем, вот такой вот исходник. Хочу сказать в свое оправдание, что мама очень-очень-очень меня торопила. Мама говорила, делай что угодно, только быстро. Я хотела немножко донарастить кончики, но мама не согласилась. Она сказала, что у тебя есть ровно час, и тебе нужно сделать все за час. В этом плане мама очень нетерпеливый человек, хотя ей там поставил сериальчик, тот, который она любит. Налила ей кофеек и все остальное, даже телефон у нее был в руках, но все равно мама меня торопила. Первым делом я, начиная с маникюрчика, отодвигаю пушером кутикулу. У мамы достаточно сложная кутикула, я ее так аккуратненько отодвигаю назад. Я уже привыкла, и на протяжении всей своей жизни делаю комбинированный маникюр. Однажды я в салоне была на аппаратном, и я была просто в шоке, как мне отрезали кутикулу таким, знаете, кружочком. Это было очень больно. Я использую щипчики и вот такую вот фрезу алмазной насечкой, вот так вот. Раньше я допускала одну ошибку, которая раньше мне казалась просто мелочью, а сейчас я поняла, что это очень важно. После нанесения геля я обычно не делала апила, просто сразу наносила цвет, и ногти получались большими, грубыми и некрасивыми. Потом я как-то в ютубе решила посмотреть туториал, и там девушка говорила о том, что очень важно потом апиливать и придавать форму ногтя, а то какой смысл в этом во всем. Вообще, на самом деле, ютуб не то, что я хвалю эту платформу, потому что сама тоже нахожусь на ней, это просто кладец разной информации полезной. То есть абсолютно любую информацию можно найти в ютубе, начиная от истории, если тебе неохота ее читать, она есть в формате видео, ты ее можешь просто прослушать. Я, кстати, в 11 классе как раз-таки так и делала. Я просто прослушивала историю, вместо того, чтобы читать книгу. Так было намного проще и быстрее. В случае мамы я использую и праймер, и бонд, потому что у мамы руки всегда задействованы, они либо в воде, либо она что-то готовит, парит, варит, поэтому это все необходимо. Несмотря на то, что я заказала очень много баз и топов с тем, все равно я пытаюсь закончить те, которые у меня уже в открытом состоянии. Это база от плюска, обычно одна база у меня где-то идет на год. И тут, конечно же, возникает вопрос, выгодно ли самой себе дома делать ноготочки, я вам скажу нет. Но, наверное, чисто в моем случае нет, потому что я очень люблю покупать ненужные вещи, дизайны какие-то и все остальное. Естественно, если вы просто любите нюдик или красный, постоянно будете это чередовать, будет очень даже выгодно. Но вообще, если честно, материалы стоят копейки. Например, в последнем моем заказе я заказала 12 цветов, как только они придут, или 9. В общем, 12 цветов мне обошлись где-то в 9 долларов. Ну, в общем, очень дешевые, цвета прекрасно распределяются, и даже в один слой они распределяются. Я вам в следующем влоге обязательно покажу. Этот влог выйдет через влог, так скажем. Каждый оттенок я прям на камеру распределяю, вы можете самостоятельно убедиться в этом. Там, правда, объем небольшой, всего 8 мили, но, в принципе, мне столько и надо. Я даже эти 8 мили не знаю, куда распределить. У меня до сих пор в коллекции есть оттенки, которые я ни разу не использовала, поэтому для меня минимальный объем гель-лаков это просто находка. Мне в зависимости, длинные ногти я делаю или короткие, себе или маме, без разницы, все равно обязательно укрепляю ногти геля. Маникюр тоже кабы-кабы быстро-быстро сделала, и вот покрыла ногти, и сверху нужно было их опилить. Я объяснила маме, что нужно опилить, мама сказала, нет, и так отлично, наноси сверху цвет. Я нанесла. В общем, еле уговорила матушку на дизайн, так как на моих ногтях ей понравилось. Она согласилась на вот эти загогулинки, поэтому просто приклеили эти формы. Не как улыбку, например, Френча, а просто в разбой, так скажем. И вот такой вот результат у нас получился. Как вам, пишите в комментариях, я недовольна, мне не нравится, честно, но мама просто в восторге, она не видит ни одной ошибки, это просто идеальный клиент. Учитывая, что все-таки какие-то моменты я снимала, я потратила час и двадцать минут. Я считаю, что это просто отлично. Уже где-то неделю точно мама ходит с этим маникюрчиком, вроде ничего не отвалилось, все замечательно, я тоже радостная, что моя работа еще держится. Естественно, я не профессионал, я чисто любитель, я получаю удовольствие от процесса, люблю, конечно, колдовать и долго сидеть над ноготочками, дабы был клиент, который готов сидеть и ждать результата. Кстати, кто хочет заказать и фреза, и лампы, и все абсолютно остальное, есть на тему, если хотите, заказывайте. Получается просто намного дешевле, чем у нас продается в городе. Я также прям руки у меня чешутся, и я хочу заказать новую лампу, но потом понимаю, что у меня есть, она у меня отлично работает, уже больше пяти лет, и какой смысл покупать новую. Уже пять лет я использую эту лампу, и ни один светодиод меня не подвел, то есть работают как часы. Все свои гейлаки я протерла спиртом и убрала на место. Они нам понадобятся через месяц, когда я буду сделать себе коррекцию и обязательно снимать для вас контент. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться.